welcome welcome дорогие друзья и своими и у меня для вас интересные даже не новости а уже прошлое прошлое потому что кое-что уже изменилось но я хотел вам рассказать про то как команда cloud9 на прошлой неделе одержала победу кстати на этой неделе они уже проиграли потому что эту стратегию не использовали не использовали просто потому что не захотели хотя возможности были одержали победу команды golden guardian используя и верно на медлэйне и вот оно тому доказательство видео социального канала где команда cloud9 как раз таки использует и верно саппорта на медлэйне который просто усиливает гвен и своего гнара и команда cloud9 до 15 минуты довольно сильно проигрывала по золоту а начиная где-то с 20 минут она начала давить и побеждать на всех фронтах соперника более того забирает драконов потому что и верно довольно хорош именно драконов особенно начиная шестого уровня что касается другого матча то они играли против команды evil джиннис и тут они играли сараку на медлэйне саппортерскими предметами и тоже проигрывали первые 15 минут но потом к 20 минуте вышли вперед и оказалось что у них тоже огромное множество драконов более того 40 была взята под олафа ну и по ту же самую камилу хотя камила здесь меньше получала бонусов от него камила скорее здесь была защитным аргументом против импакта сплитпушера на трендомере этот почти почти справился с победой но чуточку ему все же в конце игры не хватило ну и о чем же тогда я хотел поговорить с вами о том что райты в очередной раз обосрались ну или давайте как-то по-другому это назовем просто не справились с возложенной на них ответственностью с изменением в межсезонье межсезонье появилась новая фишка в лиге легенд возвращение денег для умалишенных хотелось сказать для ущемленных ущемленные команды это те команды которые решили проиграть первые 15 минут по золоту а потом им дают возможность забирать объект и таким образом возвращаться в игру я против этой системы был изначально я был против системы камбэк золота на чемпионах потому что если чемпион какой-то стал 14 киллами он не обязан стоить 1000 золота за его убийство то есть если он стал 14 киллами значит он достоин был этого с какого хрена он должен за это платить больше это мое личное мнение мне больше нравилась мета которая была в шестом тире девятом сезоне когда ничего такого не было за хорошую игру получали вы больше денег в игре и соответственно выше паэла поднимались а сейчас за хорошую игру как будто тебя наказывают эта система уже идет 10 11 и теперь еще 12 сезон теперь нас наказывают даже за хорошую группа макро когда мы первые 15 минут разгромили соперника решили рай это и с этим бороться кто-то скажет что это же сделано специально для чемпионата в салуку так и так сноубол идет полностью с вами соглашусь салуку камбэки эти практически не работали до можно сказать последних двух патчей вот в патче как раз таки 12.3 12.2 эти чемпионы заполучили довольно высокий винрейт здесь как видите их еще не используют 12.1 пару только вундеркиндов знали как это использовать но и в 1124 вообще никто еще до этого не догадывался с 1124 как вы знаете началось межсезонье так чему это веду ребят потому что начались обузы обузы этой системы и очень странно потому что в описании ride games системы камбэк золото то есть возвращение в игру было сказано система будет учитывать слушайте меня внимательно объекты которые забрал соперник преимущество его по объектам то есть это драконы вышки и геральтки нашоры elder дрейки больше объектов у нас нет то есть объекты которые забрал соперник будет учитывать золото преимущество которое есть у соперников тут в процентном отношении если он лидирует на там 20 процентов от вас тут начинается уже камбэк будет учитываться количество убийств сделанных вами и соперником и будет учитываться последний фактор был так написан а количество фарма и я думал что ну нормальная последовательность вполне логично если они сломали у нас три вышки то надо нам сделать камбэк золото за убийство хотя бы одной вышки тогда мы можем хотя бы с ними выровняться убив ее но райты на первый план видимо в своих графиках поставили камбэк золото включается не от количества ребят убитых объектов хотя объекты тоже влияют не от количества золота я думаю вы с этим тоже сталкивались у меня вот например очень часто такое происходит я играю играю и понимаю что мы вроде как проигрываем по золоту но я чувствую это но почему-то камбэк золото не включается потом нажимая tab и вижу что у меня 120 фарма на 80 фарма лесника оппонентов и остальные мои ребята не сильно отстают там по фарму либо даже тоже идут впереди из-за этого камбэк золото не включается ты про себя думаешь наверное мы просто по золоту лидируем ну или в равенстве находимся заходишь в реплей и видишь что мы проигрывали к этому моменту три с половиной тысячи золота и вот она проблема мне кажется система учитывает изначально именно количество фарма твоей команды общего либо может быть по частному по каждому игроку отдельно идет фиксация и соответственно система считает что если у вас есть хороший фарм значит вы молодцы потом она учитывает объекты я думаю за драконов вы тоже это замечали если вы забрали хотя бы одного дракона очень долго не будет включаться система камбэк золота вашу пользу ну и соответственно если вы отдали первый дракон оппонентом чаще всего при плохом фарме у вас очень быстро включится система камбэк золота при отставании в дракона только потом мне кажется учитывается количество золота и только потом еще количество убийств потому что это вообще по-моему незначительный фактор сколько раз было у меня камбэк золота включалась что в ту что в другую сторону но по золоту по золоту по количеству убийств команда лидирует и им же камбэк золота врубается смотришь как то так вроде они лидируют 15-14 ну типа плюс 1 убийства но им еще и камбэк золота дается. Так к чему я это веду? К тому, что люди начали обузить. Обузить топ-лейнеров Жанну со смайтом. Почему со смайтом? Ну, все очень просто. Со смайтом больше импакта можно оказать. Можно оказывать давление на лесника оппонента, вырубая его из игры, забирая у него объекты. Со своим лесником бегать забирает сразу первого дракона еще на пятой минуте. И вот в этом и есть прикол. Жанна имеет невероятный винрейт сейчас и райтом нужно будет что-то с этим делать в патче 12.4. Эту систему придумал паренек, который взял себе топ-4 ладера Европы. Потом она перекочевала на корейские сервера и начали люди развиваться. Ну и можете посмотреть, что прогеймеры тоже это все используют. Жанна со смайтом с замедлением. Бегает с ромящими ботинками, либо со свифносными белыми ботинками. По карте замедляет всех, организовывает ганги. На линию свою даже не возвращаются. Ну и можно рандомную любую игру взять. Тут будет статистика показываться? А как посмотреть статистику? Постгейм. И мы с вами видим 31 фарм у нее, а у Ривенки 313 фарма. Но при этом по золоту тут не пишет. К сожалению, на ее точку не пишет, сколько золота общего было у команды. В общем, по золоту эта команда синяя вообще не отстает. Она отставала до 15 минуты. Как вы знаете, с 14 минуты начинает система проверять постоянно и накидывать вам камбэк золота. И вот камбэк золота оно им кидает, и они забирают какой-нибудь один объект. Им золото плюс 500 прилетает. Потом опять система перепроверяет, видит, что они все еще отстают очень сильно по фарму. Следовательно, надо снова им дать плюс 500 золота. И вот в таком духе игра и обстоит. Ну, правда, здесь, наверное, такого не было, потому что здесь у них два саппорта в ответ было. Конкретно я просто рандомную игру взял. Возможно, в этой игре конкретно этого не было. Но еще корейцы чего придумали? Придумали то, что можно играть старую добрую карму на топе. И если мы глянем туда, у нее не было использования. Но в 12.3 начали ее использовать. Тоже со смайтом делать все то же самое. Если Жанну можно было просто забанить и не играть ни в своей команде с этой системой, ни против оппонентов с этой системы, то все равно люди могли еще пикнуть карму. И тоже ребята с высокого эла это начали использовать. Некоторые, правда, использовали карму все же с телепортом. И даже иногда играли ее в стандартный билд. Иногда чуть-чуть выфармливаясь. Ну, то есть, возвращаясь к старым обылдым, вот видите, здесь мифик не Шорелли уберут, а берут Лудон Сека. Но помимо этого, винрейт, кстати, 68%. Помимо этого, люди догадали, что можно еще играть твича. Твич-саппорт, который перестал работать совершенно. Твича до керри начали играть. Твича на мидлейнде тоже играет с Литлтемпа. Но еще начали играть твича на топе с точно такой же системой, только в этот раз без майтая. Тупо с Игнайтом. И представьте, вылезник, который видит, что твич на топе будет у оппонентов. И ты не можешь просто вообще ни в какую часть своего леса заходить. Потому что в любой непонятный момент на тебя может выскочить твич и начать мешать тебе фармиться. Хорошо, если он тебя не убьет. Хотя Игнайт есть, он вполне тебя может и убить. И дальше он просто будет ходить в обилити пауэры, постоянно тебя харасить, постоянно тебя аннигилировать. При этом, как видите, они все равно берут спелл Тиф Эйдж. Который восстанавливается только при своих союзниках. Ну, то есть, союзники рядом, ты даешь автоатаки, золото зарабатываешь. Ну, а им пофиг, они все равно это берут, потому что потом будут еще добавочные варды. Как Карма, как и Жанна это все используют. И это все привело к тому, ребят, кстати, покажу, что на простейне все же твич не так сильно зашел. Я посмотрел топ-лей на только парень Роба из Пейнгейминг. Сыграл два раза. Один раз со смайтом, один раз с Игнайтом. Ну, и оба раза выиграл. Так что, вполне успешная все равно стратегия. И это все привело, ребят, к тому, что Райетам пришлось в следующем патче 12.4. Они уже объявили, какие будут изменения. Ну, там плюс-минус цифры еще какие-то могут поменяться. Но изменение систем баунти, вот это вот самое баунти, будет понерфлено, изменено. И, знаете, это как какой-то даже, не знаю, как это сказать. Когда здание у вас падает, вы такую подпорочку ставите. Не пытаетесь, как бы, подумать, как изменить фундамент или как вообще целиком здание поставить на место, чтобы оно не падало дальше. Они вот фундамент не трогают, а вот какую-то балочку такую подставляют и говорят, вот что они. Обжектив баунти, голд, лидс, архалфет. То есть, будет в два раза меньше золота даваться, если у вас в команде два чемпиона с саппортийскими предметами. Но так же самое еще триггер возвращения золота будет пропадать не через 15 секунд после того, как вы забрали объект, а через 5 секунд. Ну, это вполне правильно. Я давно не мог понять, почему они это оставляли 15 секунд. Если мы забрали дракона, то не должно быть такого большого интервала, чтобы еще успеть забрать вышку снизу и еще вышку на топе. Там, например, топлайнер успевает забрать. У меня было пару игр таких, где соперники успевали аж целых три объекта по голд баунти забрать одновременно практически в этот интервал в 15 секунд. И они аж выходили вперед по золоту, потому что здесь 500, там 600 и еще там 500. Все, бах. И они заработали 1100 плюс еще две вышки, это еще 2000. И ты такой, хоп, мы вроде лидировали 2700, а уже проигрываем 400 золота им. Такого больше не имеется в этой игре, но меня больше интересует вот эта вот конкретно формулировка. То есть бонусное золото будет уменьшено в два раза, если у вас чемпионы с двумя саппортическими предметами в игре в вашей команде. И это означает, что райаты борются не с этой стратегией, которую используют, когда люди просто бросаются у Люни на топе, понимая, что топ-лайнер вообще ничего делать не умеет, топ-лайнер только генерал Хейс может подниматься в ПЛ, а все остальные топ-лайнеры рассчитывают только на свою команду. И что мешает Жанне перестать играть с вот этим предметом, а брать просто себе Даран. Ну, откровенно говоря, ничего ей не мешает. Понимаете, карма и так уже это показывает. Почему я карму-то в пример привел? Потому что она и так это показывает, как и Твич. Он тоже это показывает. Он может спелл Тиф Эйдж заменить на ботинки, и ты все равно ему ничего не сделаешь. Он будет бегать по карте и точно так же восстанавливать золото. То есть систему набора или оценку надо менять. А не убирать то, что два саппортерских предмета если будет в одной команде, значит будет в два раза меньше золота. А если мы реально хотим сыграть через двух саппортов, ну, просто хотим сыграть, у нас не будет ромящий саппорт. Это мы возвращаемся как раз к команде Cloud9, которую Сараку использовали как реального саппорта. Да, она стояла на линии, но она не бегала... Она стояла плохо на линии, имеется в виду. Но она не бегала, как это Жанна со смайтом просто по всей карте и не фармяясь вообще. Там Сарака все же свои 120 фарма сделала и два саппорта. И да, Cloud9 чуть-чуть тоже обузили эту систему, потому что знали, что Сарака не выфармит 200 фарм к 20-й минуте. Очевидно, она будет проигрывать по фарму своему игроку, но зато сможет помогать ребятам на объектах. То есть получается, что райаты не поняли, в чем проблема. Они увидели, что Cloud9 это используют и такие «Ха! Двух саппортов нельзя в команде, давайте это исправим». А иначе камбэк золота слишком большое. И они это исправляют. Молодцы! Но кто с этим-то будет бороться? Но она будет и дальше со смайтом, просто не будет покупать себе Spell Tiff Edge, ведь он ей все равно не дает золота. Понимаете, в чем прикол? Он ей толком все равно не дает золота. Да, он там накапливается два золота в 10 секунд, но это слишком мизерное число. И может быть, Жанна конкретно, даже не может быть, а точно Жанна конкретно упадет по винрейту. Но Twitch вот такой останется, но Шака на топе какой-нибудь... Кстати, я Шака не провел, давайте заглянем. Шака на топе какой-нибудь все равно... Нет, Шака не работает, слава богу. Останется, хотя мне кажется, он может играться точно так же. Ходить и роумить и убивать всех. И точно так же, не зарабатывая фарм на линии, он будет прокать систему возвращения золота. И, соответственно, на 15-й минуте вы будете постоянно восстанавливать, восстанавливать, восстанавливать. Отставание. И все придет к тому, что мы опять будем играть в лотерею. Финальное сражение там на 35-й минуте выиграет кто-то просто на рандоме. Не за счет скилла, а за счет того, кто попался, а кто не попался. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот такой вот у меня видосик получился. Следующее видео будет посвящено Удиру. Я его прямо сейчас запишу, выложу его чуть-чуть попозже. Райты кое-что нам показали. Возможно, это правда. А может быть, это мои домысли. Ставим лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok